Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Атеистическая пропаганда первых лет советской власти. Историко-правовой аспект». Китает лекцию старший преподаватель Константин Борисович Ерофиев. Пожалуйста. Спасибо. Мне кажется, тема не безинтересна, очень дискуссионна и, как мне кажется, должна вызывать гораздо больше внимания в обществе. А у нас как-то сам вопрос атеизма, религиозного свободомыслия, материалистического мировоззрения, он как-то последнее время вообще отошел на второй план. Между тем, достаточно интересная статистика. Она очень противоречива, но во всяком случае атеисты, как такая вот социальная общественная группа, присутствует практически во всех странах. Единственное, где вот, ну якобы с точностью пишут, что атеистов нет, это государство Ватикан. Ну, опять же, мы не можем всех проверить, да, граждан города, государства Ватикан. Но, во всяком случае, в других странах число атеистов варьируется. Оно, так сказать, может быть как относительно небольшим, так и весьма большим. И даже в некоторых странах атеисты составляют большинство, в частности, вот в ряде североевропейских стран. Прибалтике, в той же Чехии, число атеистов, ну считается, что превышает число верующих, совокупное количество верующих в сет конфессий. Где-то число атеистов просто достаточно велико и составляет даже не проценты, а десятки процентов. Но мы, скорее всего, опять же, но мы не знаем, как считать, да, и очень противоречивы данные, так сказать, статистических опросов. Мы все-таки скорее находимся сейчас в той части государства, где атеизм присутствует, но не является уж слишком такой большой группой, уж во всяком случае не большинством. По разным данным от 10 до 20 процентов граждан России называют себя атеистами, говорят о том, что они не верят в сверхъестественное. Ну, в любом случае, даже если мы говорим о том, что пусть это даже 10 процентов, хотя мне кажется, так сказать, личный опыт показывает, что значительно больше, но если 10 процентов, это 15 миллионов человек, да, которые могут о себе, так сказать, или иначе заявить, наверное, есть смысл говорить и о проблемах и достижениях этой довольно большой группы людей тоже. Тем более вопрос, как бы, с верующими, он, к сожалению, тоже, как известно, весьма противоречив, потому что, с одной стороны, до 80 процентов граждан говорят, что они верующие, но, с другой стороны, вот, когда задавали более точные вопросы, ну, допустим, для христиан, а вот хотя бы раз в год вы посещаете храм, хотя бы раз в год, и тут только 17 процентов людей сказали, что да, они посещают. А если уж говорить точнее, а вы участвуете в религиозных обрядах, таинствах, ну, вот, в частности, если мы говорим о причастии, да, но для христианина немыслимо не участвовать в причастии, да, там уже процент совсем невелик, и только 3-4 процента говорят о том, что вот они не просто приходят, там, раз в год, может быть, там, поставить свечку, а вот приходят с конкретными нуждами своими в храм, ну, вот, тут, конечно, сложно говорить о чем-то. Ну, тем не менее, у нас еще есть позиция и людей, так сказать, до конца не определившихся, вот, как вы знаете, Лукашенко, он сам себя называет православным атеистом, я думаю, это у нас таких людей точно громадное большинство. Но, тем не менее, мы тут, вопрос ведь у нас не в том, что обязательно, так сказать, осудить тех, кто находится в большинстве или в меньшинстве, а нет. Мы должны, так сказать, сделать небольшой, так сказать, но постараться сделать тоже время вдумчивый анализ этой ситуации. Ну, надо сказать, что несколько, нельзя сказать, что противоречивая была позиция партии по вопросам, так сказать, атеизма и материалистического, так сказать, мировоззрения, она просто тоже менялась, так сказать, с изменением ситуации. Одно дело, если мы говорим об РСДРП как о оппозиционной, на тот момент еще сравнительно небольшой партии о 903-м годе программы и устав РКРП, РСДРП, извините, РКРП тоже, так сказать, видите, здесь же. Но, тем не менее, пока еще РСДРП. Там основные задачи ведь ставились низвержение самодержавия и замена самодержавия демократической республикой, введение в Россию Конституции. Там вопросы свободы совести, свободы вероисповедания были, в общем-то, на втором плане. Хотя и там говорилось о равноправии граждан, независимо об их отношении к религии, свобода слова, которое тогда тоже подразумевало свободу выражения и религиозного или нерелигиозного мировоззрения, отделение церкви от государства и школы от церкви. Все это впоследствии нашло воплощение уже в документах Компартии и Советского государства, когда Компартия стала главенствующей, да, партия и пришла к власти. То же самое можно сказать и об основоположниках. Ну, две у нас основные работы Владимира Ильича. Это «Социализм и религия» 1905 года и об отношении рабочей партии к религии 1909 года. Конечно, и там, и там Ленин спорит с религией, спорит с религиозным мировоззрением. Он вскрывает его корни, он показывает реакционную сущность религиозного мировоззрения с его точки зрения, он показывает связку религии и эксплуататорской системы капитализма и говорит о том, что он связывает существование вообще религии с существованием капитализма, потому что, ну скажем, капитализм имеет очевидные, так сказать, недостатки. Люди живут плохо, люди живут бесправно. С такой системой надо бороться. Кто поддерживает капитализм? Поддерживает, так сказать, полиция, поддерживает правящий класс, поддерживает, в том числе, и религия. Соответственно, не будет капитализма, отпадет и необходимость в религиозном мировоззрении, так сказать. Оно будет неактуальным. И, соответственно, нельзя не говорить о том, что ставилась задача борьбы с религией. Но, правда, во многих местах говорится не просто о религии как таковой, а говорится о той части религиозного общества, которая поддерживает империализм, которая поддерживает капитализм, то есть о реакционной части. Именно с реакционным проявлением религии и, по мнению Владимира Ильича, необходима, так сказать, серьезная и последовательная борьба. В отношении же рядовых верующих сначала вообще вопрос о вступлении в партию верующих не ставился, так сказать, на какие-то такие принципиальные позиции. То есть и верующие люди могли вступать в партию, и они там и были. Потому что важнее была пролетарская солидарность, научное мировоззрение и вдумчивая, терпеливая работа с верующими, так сказать, если она, так сказать, требовалась. В постановлении Пленума Компартии 21-го года появился, ну, скажем, уже в таком оформленном виде появился тезис о научном мировоззрении и о том, что научное мировоззрение входит в программу партии. Но при этом религии не объявлялась война, тем более отвергались насильственные средства, так сказать, перетягивания верующих в стан людей, которые, так сказать, исповедуют или там пропагандируют научное мировоззрение. Наоборот, предлагалась спокойная, вдумчивая, терпеливая работа, которая методом убеждения должна была закончиться, так сказать, вот торжеством именно научного мировоззрения. Все-таки термин атеизм, он на том этапе в меньшей степени, так сказать, использовался, в основном говорилось о научном мировоззрении. А вообще это ведь такой, я думаю, тут мы еще на эту тему поговорим, это ведь тоже, ну скажем, неоднозначные термины, допустим, атеизм и научный атеизм. Потому что может быть как вульгарное религиозное мировоззрение, когда там вот считают, что на трех китах стоим, или только мы святые, а все остальные никто. Так и вульгарный атеизм, он тоже же, к сожалению, имеет место быть. Есть научный атеизм, есть антирелигиозная пропаганда, есть научное мировоззрение. Все это схожие термины и во многом, так сказать, пересекающиеся, но все-таки не идентичные. Но, во всяком случае, я так это понимаю. Несколько ситуация меняется после прихода большевиков к власти. И вот здесь постоянно пересекаются, ну скажем, такие две идеи. Вот есть идея государства. Государство основано на законе. Закон не запрещает религию. Закон не призывает какими-то насильственными методами бороться с верующими. Наоборот, закон защищает верующих, так же, как и любых других граждан. Мы, так сказать, отдельно эти документы процитируем, где об этом прямо пишется. Да, собственно, с этим, я думаю, никто и не спорит. С другой стороны, есть отношение к религии со стороны коммунистической партии. И здесь оно гораздо более непримиримое. Оно говорит о том, что религия должна изживаться по мере, так сказать, перехода от социализма к коммунизму. Религия должна отмирить. И вот здесь есть как бы некое такое противоречие, потому что надо и закон соблюдать, и с религией бороться. И вот мы видим, что вот увидим, вернее, сегодня, что на протяжении истории нашей советской подчас были, в общем-то, довольно такие спорные моменты, когда невозможно было и так, и на одно, и на другое, так сказать, опираться. Однако, давайте, мы с вами ведь хотели, так сказать, не философствовать, да, в самом деле, я, наверное, не должен на себя брать такую вот функцию. А мы должны поговорить о основных документах, которые, в общем-то, вот и говорили об антирелигиозной пропаганде, атеистическом антирелигиозном мировоззрении. Кстати, вот тоже такой вопрос, вот, атеистическое мировоззрение, оно обязательно антирелигиозное, либо оно, прежде всего, нерелигиозное? Вот, как бы, чем бороться-то с тем, чего нет? Ну, вот, это, я думаю, что мы, конечно же, обсудим чуть позже вместе с вами, а пока, так сказать, давайте пойдем некоторые, так сказать, посмотрим тексты. Да, еще я хочу сказать, что, конечно, сейчас, когда вот идет такая в обществе дискуссия, да, и доминирует, очевидно, что религиозное мировоззрение, вот тут допускается, мне кажется, такая ошибка, что вот есть, допустим, писатели, философы российские, там, Достоевский, Мещерский, Тихомиров, Лесков, мало ли кого там, вплоть до Победоносцева, которые составляют некую элиту общества, и они пропагандировали, так сказать, именно религиозное мировоззрение, а с другой стороны, вот какие-то там были полуграмотные люди, которые якобы навязывали российскому обществу атеистам. Тут надо, конечно, тоже сделать определенную остановку и вспомнить имена тех, кто, в общем-то, были организаторами, так сказать, атеистической кампании. Это и Бонч Бруевич, и Крупская, и Луначарский, и Скворцов Степанов, и Ярославский, и Красиков. В общем-то, это были люди, как, мне не надо вам это, так сказать, доказывать, во главе, так сказать, с Лениным, это были люди отнюдь, так сказать, не малообразованные, не глупые и, так сказать, не зашоренные. Это были люди, которые, в общем-то, тоже представляли определенный срез общества и доносили до людей те идеи, которые, в общем-то, ими были и обоснованы, и выстраданы, и заслужены. Поэтому тут говорить о том, что вот такое вот, какая-то, что большевики, это какая-то была маргинальная группа, конечно, это в корне неправильно, но просто об этом прямо говорят сейчас, поэтому, так или иначе, мы с вами должны с этим спорить. Теперь, собственно, про об отношении, так сказать, к научному атеизму нашему любимому. Надо сказать, что, вот, как вы помните, первые декреты о мире, о земле, о фабриках и заводах, они, в общем-то, не касались такого вопроса, то есть, провозглашались права и свободы людей, где религиозная свобода подразумевалась. А я напомню, что до 17-го года, до февраля, как минимум, права и свободы гражданина, не гражданина, а подданного тогда еще Российской империи, они были обусловлены его отношением к религии. И если религия не признавалась, соответственно, прав и свобод у человека было гораздо меньше, чем у того, кто принадлежал к государственной религии. Кстати, интересно тоже вспомнить, что император Николай I, он же, помните, человек был достаточно прямой в своей реакционности, он и не пытался ее никогда скрыть, он прямо разделил все религии в России на пять классов или на пять групп. И, естественно, первой стояла Российская Православная Церковь, как религия, тогда писали большинство общества и религия государя. Затем были прямо написаны привилегированные религиозные общества, это были, там на разных этапах можно было попасть в эту группу, можно было не попасть, но всегда там были лютеране, реформаты, то есть, вот религия принцесс, да, так сказать, которые впоследствии становились царицами, католики были отчасти, некоторые другие. А где дальше назывались, все было просто, другие религиозные общины назывались терпимыми, то есть, государство не запрещало их, но терпело. Туда относились, кстати, большинство и мусульман, и иудеев, и буддистов, и так называемые секты. И, наконец, были религии нетерпимые и запрещенные. Туда относились, ну, религии народов севера, то, что мы бы сейчас скажем, шаманисты, вот эти вот и так далее. И те, кто, ну, прямо противоречил политике самодержавия, по ряду вопросов. Ну, например, баптисты, которые, там, не хотели служить в армии, там, не хотели платить налоги и так далее. То есть, все было просто, вот, пожалуйста, выбирай, в какую-то религию, так сказать, записываешься. Атеизм не был предусмотрен вообще, но если уж ты записывался в религию нетерпимую, то и терпеть тебя никто не стал бы при самодержании. Ну, фактически это выражалось в высылке, либо на Кавказ, либо в Сибирь. То есть, если мы себя объявляем приверженцем той или иной религии, то жди, как говорится, поезда, вот, далекое далеко. Конечно, это не могло быть терпимым в 20 веке. И то, что партия большевиков и вообще российские социалисты в целом провозглашали свободу совести, свободу вероисповедания, конечно, это было абсолютно прогрессивное в тот момент явление. И вообще, кстати, тоже вот я не хочу здесь быть таким, и даже не буду таким, вот, знаете, вот, ортодоксом, но, с другой стороны, вот, все вот эти тенденции, да, там, может быть, в 17 году, вот, был действительно слом, да, всего. Вот, действительно была революция, когда старый мир разрушался до основания. Это правда. Но тенденции-то все, ведь они в 20 веке были повторены, но тот же научный атеизм. Мы же сейчас видим, что элиты западные, они абсолютно ни во что не верят, так сказать, и прямо об этом говорят, то есть, эта тенденция же есть, там, права женщин тоже мы видим. Да, большевики сразу же уравняли мужчин и женщин в Европе, это шло там до 50-х годов 20 века. Но тенденция та же, так сказать, всеобщее участие в выборах. Опять же, мы были, даже мы не были второй страной, мы были, по сути, первой страной, потому что первое, это участие было женщин в выборах в финский сейм, но Финляндия тогда была частью Российской империи, а всеобщее избирательное право ввели большевики, но за небольшим исключением, я имею в виду, кто не попал в эти списки. Но, то есть, я к тому же, тенденция, это, в общем-то, понятно, и говорить о том, что тут что-то новое вот такое вот, просто это делалось более такими ускоренными и радикальными методами. Но это, опять же, вопрос дискуссионный, мы потом можем на эту тему поспорить. Мы с вами на прошлой лекции, когда говорили о законодательстве первых лет советской власти, мы говорили о том, что в ряде документов не говорилось о каких-то ограничениях в отношении верующих либо неверующих, но везде подчеркивалось равенство. Равенство независимо от отношения кредитки, и что уже само по себе было революционно в России, где равенства этого не было никогда. Поэтому те документы, которые мы перечисляли, которые были приняты в ноябре-декабре 1917 года, январе-феврале-марте 1918, то есть самые первые месяцы, я их напомню, письмо Совета народных комиссаров по всем трудящимся мусульманам России и Востока, постановление Народного комиссариата просвещения СРСФСР о передаче дела воспитания и образования из Духовного ведомства в ведомство комиссариата по народному просвещению, приказ комиссара государственного презрения Калантай о прекращении выдачи средств из государственного бюджета на содержание церквей и священнослужителей, о запрете Народного комиссариата по военным делам января 1918, о запрете военного духовенства. Все это так или иначе укладывалось в политику большевиков о, ну как минимум, секуляризации, об отказе от государственного статуса религии. Хотя прямо о, так сказать, научном атеизме и антирелигиозной пропаганде говорить стали, ну немножко позже, видимо, так сказать, просто до всего времени дошло, и руки не дошли в первые там недели революции. Однако уже в 2018 году, 2 февраля, был принят декрет Совета Народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. То есть, по сути дела, все образование становилось светским, хотя никто не запрещал, как мы с вами говорили, ни частная школа религиозная, ни обучение вообще религии в стенах храмов, там, мечети, синагог и так далее. Просто сейчас говорится о том, что запретили религию, но не запретили религию, запретили религию как обязательный предмет в государственной школе. Ну, так извините, у нас и сейчас, как обязательный предмет, религия в государственной школе запрещена. Может быть, околорелигиозные предметы, да, вот там, типа там, основ православной культуры, там, или основ мусульманской культуры, это может быть, но все-таки это не совсем то. Ну, а то, что я вот слышу от своих детей, как они мне пересказывают, что там рассказывается на этих курсах, там уж точно не религия, это вообще несколько странные, так сказать, какие-то, так сказать, теории рассказываются. Но это бог с ним, сейчас не об этом. При этом, как я тоже говорил, государство законодательно запрещало, я цитирую, «издавать какие-либо законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие-либо преимущества или привилегии на основе вероисповедной принадлежности граждан». То есть, религия, да, она перестала быть государственным делом и стала частным, но специальных ограничений ни для верующих, ни для неверующих Совет Народных Комиссаров не вводил. Поэтому говорить о том, что религия была запрещена или там сразу же подверглась какому-то там валу преследований, это тоже, в общем-то, как мы говорили с вами, неверно. Правда, здесь все-таки надо сделать поправку, что все-таки это был ленинский период, и мы его всегда выделяем, в общем-то, как некий такой сложный, наверное, чрезвычайный, но все-таки осененный величием фигуры Ленина, да, когда, так сказать, сначала думали, а потом что-то писали и делали. Потом нарушения уже, так сказать, появлялись, но, тем не менее, об этом тоже мы можем поговорить. Я говорил о том, что вот у нас в Советском Союзе, ну, даже еще и до его существования были приняты Конституции РСФСР 18-го года, а впоследствии была принята Конституция тоже ленинская, 24-й год, даже она, если уж совсем быть точнее, вот я дошел до этого места, утверждена, она была Всероссийским съездом Советов 11-го мая 25-го года. Тем не менее, считается, что Ленин участвовал в ее разработке, поэтому эти две Конституции называются Ленинскими. Затем была Сталинская Конституция 1936-го года и, наконец, Брежневская Конституция 1977-го года. Всегда во всех учебниках писали эти термины. Сейчас они обезличены. Кто Конституцию готовил, к чьих интересах, Конституция и Конституция. Ну и, наконец, уже есть творчество, так сказать, Ельцинско-Горбачевское, там, рубежа 80-90-х годов, но это уже сложно отнести к такому целостному юридическому документу, да и, собственно, мы это и не должны сегодня касаться этого документа. Так вот, что говорилось, например, в Конституции 1924-го года? Всем гражданам РСФСР обеспечивалась, тогда уже СССР, обеспечивалась за трудящимися действительная свобода совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Конечно, мы здесь должны понимать, что не всегда, и там, мягко говоря, и не сразу, основные религиозные общины встали на путь лояльности к советской власти. Шла гражданская война. Многие представители высшего церковного руководства встали на сторону белогвардейских военных правительств, и либо как идеологическая составляющая, а подчас и с оружием в руках, воевали против молодого советского государства. Соответственно, ответ советского государства тоже был чрезвычайно жестким. Иногда, может быть, мы сейчас с высоты столетней давности можем говорить подчас и о том, что были перегибы и эксцессы, но, тем не менее, это была гражданская война. И война на выживание, война до уничтожения противника. По-другому она не могла вестись. Какие, так сказать, планы были у белогвардейских генералов, у того же Деникина и некоторых других, которые оставили воспоминания о том, что они сделают, когда возьмут Москву и Петроград, там никаких не было сомнений в том, что они это сделают, то, что, так сказать, хотели сделать. Поэтому война шла не на жизнь, а на смерть, и действовали законы военного времени. Однако, как только гражданская война закончилась, мы сами видим с вами, вот только что по цитируемому тексту, законодательство сразу стало приводиться в такое вот спокойное, цивилизованное законодательство мирного времени. И опять же, я говорю, ленинский период – это свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды, признаваемая Конституцией за всеми гражданами. Мы помним, были очень интересны такие вот публичные дискуссии между представителями, ну, скажем, церковной иерархии или какими-то известными проповедниками церковными и людьми, которые представляли вот нарождающийся, так сказать, вот гос-атеизм, в частности, вот гремели такие публичные диспуты между митрополитом Александром Введенским и Анатолием Луначарским. И масса осталось воспоминаний, во-первых, на каком высочайшем уровне шли эти дискуссии, вот, конечно же, и насколько были интересны и с двух сторон аргументы, и экскурсы в историю, и в философию, и в богословие. И, ну, честно говоря, опять же, читая воспоминания о том времени, до сих пор, так сказать, вот сложно даже ответить, а кто там побеждал, да, вот, насколько вот это было интересно, познавательно, и люди, они выходили не озлобленные, так сказать, какие-то, знаете, разочарованные, а наоборот, нагруженные новым багажом знаний, чтобы дальше, так сказать, уже для себя самого все эти вопросы решать, кто же прав. Но, тем не менее, все-таки мы говорили о том, что этот период, он был относительно недолгим, вот такой вот послереволюционный период, или мы там его называли Ленинский период. Впоследствии все-таки партия, ну, она, собственно, я говорю, эта идея никуда и не девалась, но, скажем, борьба с религией стала уже, в общем-то, частью партийной идеологии. В чем это выражалось? Во-первых, в 23-м году, в сентябре, была создана, так называемая, антирелигиозная комиссия ЦК. Антирелигиозная комиссия ЦК ставила цель распространения атеистических знаний, естественно, и вообще атеистической пропаганды, атеистического образа жизни, атеистических ценностей, традиций, путем создания кружков, кружков по всей территории Советского Союза. Одновременно с этим появилась известная газета, которая называлась «Безбожник». Это тоже 22-й год, ну, 23-23, примерно в одно время. Эта газета, надо сказать, что приобрела огромное количество сторонников, и сразу же появилось общество друзей газеты «Безбожник». Ну, скажем, тут и была, скажем, была идея власти, да, внедрять вот такую идеологию, но и, как оказалось, огромный спрос был и у общества, потому что эти организации в кратчайшее время стали массовыми и стали распространяться по всей территории страны, и просто нельзя их объяснить какими-то такими, знаете, административными методами. К чему это привело? Что антирелигиозная комиссия была преобразована в знаменитую организацию, которая называлась «Союз Безбожников», а впоследствии «Союз Воинствующих Безбожников», это апрель 1925 года. Этот союз располагал значительным количеством сотрудников, пропагандистов, имел журнал, который назывался «Антирелигиозник», и журналы были и «Безбожник», «Безбожник» у станка специально для рабочих фабрично-заводских предприятий. При этом организация претендовала и на такой международный статус, потому что в ее работе принимали участие атеисты из других стран, из Германии, из Австрии, из Франции, из Бельгии. В ее работе принимали участие и писали тексты и статьи для вот этих журналов и газет, но виднейшие, так сказать, публицисты, писатели левого толка, и Демьян Бедный, и Максим Горький, и Маяковский, и Луначарский, и Бухарин, с которым там, я не знаю, до конца непонятно до сих пор, так сказать, кто. Но, тем не менее, Бухарин писал. Я думаю, что мы эти произведения литературные ведь все знаем, и стихи антирелигиозные Маяковского, и Демьяна Бедного, они, безусловно, вызывали и тогда большую, так сказать, дискуссию, но, тем не менее, из песни слова не выкинешь, самые крупные советские писатели и поэты принимали участие в работе союза воинствующих безбожников. Кстати, интересно, что союз воинствующих безбожников имел свой значок, и на значке была написана вот такая вот лозунг этого союза «Борьба с религией, борьба за социализм». То есть, опять же, поддерживалась идея о том, что социализм как переходная форма к коммунизму должна привести к исчезновению религии, которая, так сказать, не будет существовать при коммунизме. Ну, если говорить о цифрах, к 40-му году число первичных ячеек союза воинствующих безбожников было 96 тысяч, а общее число членов – около 3 миллионов человек. Ну, я говорю, объяснить это каким-то, знаете, таким приказным порядком, как у нас любят объяснять все до сих пор, боюсь, что, ну, скажем, невозможно. Здесь совершенно очевидно, что это был огромный слой людей, прежде всего городского населения, у которого был запрос, вот, ну, как минимум, на такое религиозное свободомыслие, а если более конкретно, видимо, так сказать, запрос на вот атеистическую, на атеизм, как образ жизни. Кстати, интересно, что одним из больших проектов союза воинствующих безбожников, который до сих пор существует, так сказать, и развивается, это было так называемое огненное погребение или кремация. Ведь в России, в Российской империи не допускалась кремация, ну, так сказать, как вот широкое массовое явление. А здесь шла вот пропаганда именно нового способа погребения, отличного от каких-то ранних религиозных традиций. Ну, и вот, я думаю, что мы эти плоды до сих пор пожинаем, так сказать, у нас эта часть распространяется весьма и весьма, так сказать, активно. Ну, это, так сказать, может быть, тема была бы отдельной лекцией про кремацию и историю кремации в России. И, кстати, первый крематорий, я уж не могу не сказать, в Советской России был построен и опробован у нас в Петрограде, точнее, уже в Ленинграде. Не в Донском монастыре Москвы, как многие считают, а это было в Никольской церкви Никольского кладбища Александра Невской лавры, если кто-то бывал. Там церковь функционирует и сейчас. Но там, вот, впервые была в Советской России испытана печь для кремации. Ну, сейчас, вот, так сказать, мы говорим, и это несколько такой, знаете, может быть, даже не тема для разговора, да, а тогда-то, в 20-е, 30-е годы, это была целая философия, это был отказ от религии, которая выражается вот не только жизнью, но и подведением итогов жизни человека. Даже смерть противоречит религии. Это было гораздо более наполнено, большим содержанием, чем вот просто вот такая вот утилитарная функция, как похоронить близкого человека. Но сейчас не будем, так сказать, об этом подробно говорить. Обратите внимание, что вот такая вот, ну, несколько, может быть, благостная картина мирного существования, так сказать, религиозной атеистической пропаганды не была длительной. До конца 20-х годов. Причем интересно, что ведь в конце 20-х годов, и мы на этом прошлую лекцию закончили, митрополит Сергий издал декларацию, где он признал советскую власть и поддержал ее. То есть, видимо, церковь-то как раз наоборот взяла, так сказать, вот и оставила, так сказать, свои воинствующие позиции. А вот атеизм, наоборот, начал наступление. Не знаю, насколько это связано, но вот это по времени совпадает. Обратите внимание, что в 29-м году, когда обосновывались уже новым сталинским руководством, обосновывалась необходимость усиления борьбы с религией, сами же идеологи антирелигиозной пропаганды, в частности, Емельян Ярославский, признавали, 29-й год, за 12 лет едва ли одна десятая часть населения стали на путь антирелигиозности. 9 десятых, по-моему, говорит Ярославский, находятся под тем или иным влиянием религий. Поэтому, ну, скажем, левая, а я бы ее, может быть, даже назвал не всегда левая, но и такая немножко левацкая такая пресса, типа Раппа, известного, и некоторых других, они объявили, ну, скажем, антирелигиозный поход или Штурм Небес. Вот, 29-й год. Он, безусловно, не был, так сказать, только их идеей, это была идея партийная, но вот, я думаю, методы, которые они применяли, радикальные, и их постоянно, почему я говорю, потому что правительство постоянно их одергивало, ни раз и ни два, они, в общем-то, были свойственны вот этому, такому левацкому, так сказать, крылу, ну, вот, опять же, это вопрос дискуссионный. В 28-м году государством была проведена масштабная антирождественская кампания. Мы же помним, что у нас сейчас главный праздник, Новый год, то революции главный праздник был Рождество, и он же совпадал и как бы с новолетием. А здесь Рождество, как публичный такой религиозный праздник, оно, конечно, не запрещалось, но оно ограничивалось, и в частности тем, что Рождество перестало быть выходным, это стало рабочим днем, отработал смену, дальше идти, так сказать, празднуют. А не, как у нас принято, так сказать, на многие дни празднования, так сказать, затягивается. Ну, опять же, если мы говорим о каком-то там таком радикальном крыле, но начали призывать запрещать рождественские елки, которые потом стали новогодними в конце 30-х годов. Ну, то есть, вот можно, так сказать, вводить разумную составляющую, потому что действительно, наверное, так сказать, когда государство испытывало огромные экономические сложности, и начинали, что эти масштабные пятилетки, когда нужно было и сельское хозяйство реорганизовать, и индустриализацию провести. Наверное, эти массовые выходные с пьянками никому не были нужны, это не было в интересах государства. С другой стороны, чего тут бедные елочки попали, так сказать, под вот это вот, ну, тут уже сложнее. Ну, сейчас речь идет не об этом. В 1929 году президиум в ЦИКа принял постановление о религиозных объединениях. И оно было как раз, оно, опять же, не запрещало религию ни в коем случае, но она вводила определенный порядок, прежде всего, в хозяйственную деятельность религиозных обществ. А это, как показывает история, вообще самое слабое место, материальное, так сказать, составляющее религиозной жизни. Что имелось в виду? Во-первых, в каждом приходе должны были появиться ответственные лица, то есть те, кто перед государством отвечал за деятельность своего религиозного общества, так называемая «двадцатка». Она сейчас преобразовалась, я имею в виду в наше время, в десятку. Десять человек, сейчас инициативная группа, не двадцать, но кое-где сохранились и двадцатки. Но вот, тем не менее, государство предложило, что если вы верующие, если вы хотите, так сказать, вести религиозную жизнь организованно, пожалуйста, представьте документы о двадцати членах инициативной группы. При этом, раньше, допустим, если мы возьмем, да, собственно, любое религиозное общество, есть административно-хозяйственный руководитель, ну, например, в церкви это староста там церковный, а есть духовный лидер, ну, священник. Так вот, эти две функции законодательно стали разделяться. Это не значит, что запрещалось приглашать священника или выбирать старосту, нет. Но все денежные потоки должны были сосредотачиваться исключительно в руках светского человека, то есть старосты, и контролироваться двадцаткой. То есть, вот такие вот неучтенные деньги, они постарались, я имею в виду правительство, постаралось, так сказать, на свет божий каким-то образом, так сказать, достать. И наказать тех, кто вот эти деньги скрывал от учета. Также государство через органы юстиции вводило обязательную регистрацию религиозных обществ. И как раз у нас на протяжении, по сути, всего советского периода государство добивалось и требовало того, чтобы религиозные общества регистрировались, чтобы они выходили из тени и становились видными для государства и подконтрольными ему. И некоторые общества целенаправленно отказывались регистрироваться и за это несли определенную ответственность их лидеры. Но они, опять же я подчеркну, несли ответственность по Уголовному кодексу, как нарушителей законодательства о свободе совести, и не за свою веру напрямую, а за те установки, которые, в общем-то, в любом обществе, наверное, называются антигосударственными. Надо сказать, что это постановление было существенным образом изменено только в 1975 году при Брежневе, то есть полвека действовало без малого, а в окончательном виде не было отменено вплоть до конца, так сказать, вообще всего советского периода. То есть это постановление 1929 года было таким краеугольным камнем религиозной политики Советского Союза. Кстати, государство получало право из этой двадцатки, право отвода людей из этой двадцатки, из этой инициативной группы. То есть если вы являлись, ну там, конечно, широко на это смотрели, вот классово, чуждые, так называемые бывшие люди, лишенцы, неблагонадежные с точки зрения советской власти, государство могло сказать, что нет, подбирайте других людей, такие люди не могут быть учредителями зарегистрированного религиозного общества. Дальше. Что нам еще с вами интересно? Если мы говорим о Конституции 1936 года, то есть Сталинской Конституции, в ней введены положения следующие. Они, конечно, отличаются от положений. 124-я статья Конституции СССР 1936 года. Они, конечно, мы не будем тут ни спорить, ни вилять, они отличаются от ленинских положений. Насколько это правильно, это вам судить. Там сказано, в целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Но это ленинские принципы повторяются. Свобода от правления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Вот тут, конечно, есть такая вот сложность, потому что антирелигиозная пропаганда признается за гражданами как норма. А вот свобода от правления религиозных культов не тождественно религиозной пропаганды. Это свобода проведения обрядов и церемоний внутри церковной общины, внутри здания своего. Но никак не такая активная церковная работа вовне. Поэтому в этом смысле, конечно, определенные ограничения были. Кроме того, были президиумом в ЦИК подготовлены документы, в частности, об отправлении религиозных культов и о молитвенных зданиях и некоторые другие. Но они касались в основном хозяйственных вопросов. То есть, что церковь надо, если у нас церковь, ее нужно содержать должным образом, чтобы не было протечек, здание не разваливалось, оплачивались коммунальные услуги, электричество, вода и так далее. Если этого не делалось, и церковное здание приходило в ветхость, в негодность, оно изымалось. Кстати, надо обратить внимание на то, что никакой купли-продажи не было. И если уж общине передавалось церковное здание, оно передавалось безвозмездно. У верующих никакого выкупа не требовалось. Давало государство, обязанное было дать бесплатно. Но другое дело, что могло в случае ненадлежащего содержания забрать, это как бы тоже правда. Ну, конечно, тут я не знаю, насколько нам подробно нужно касаться вопросов, так сказать, репрессий конца 30-х годов. Я имею в виду необоснованных репрессий. Но, скажем, они были, это как бы и были, в общем-то, к сожалению, достаточно масштабны. И, опять же, первое, кто признала, признала, так сказать, эти нарушения, была сама коммунистическая партия, как известно. С другой стороны, конечно, вот таких цифр, как кто-то заявляет о каких-то там миллионах, десятках миллионов репрессированных, конечно, это все мало соответствует действительности. Но я говорю в данном случае только о необоснованных репрессиях, когда там из каких-то там побуждений, может быть, низменных, или, так сказать, недолжного образа работы, так сказать, государства, осуждались невиновные люди, которые впоследствии были государством же реабилитированы. Я говорю об этом. тех, кто, так сказать, занимался вредительством и с оружием в руках, так сказать, воевал, да, против нас, так сказать, власовцы, бандеровцы и все остальные, я, так сказать, о них сейчас не говорю, совершенно очевидно, что их, так сказать, это... И то, была... Помните же, вы все, был прекрасный журнал в советское время, ну, в 80-е годы я его читал, «Наука и религия». И там как раз один такой случай описывался, там же уже начали, вот в конце 80-х, так сказать, поднимать голову, вот, господа бандеровцы, и один из них заявлял о том, что вот он невинно пострадал от советской власти, за веру и так далее. На что журналист, который описывал ситуацию, он написал, что, говорит, «Ты будет пострадал за бандеру, а не за веру». Так, прямо как это в рифму. Так что здесь тоже есть какие-то свои моменты, но я думаю, что это, если надо, мы это можем все обсудить, потому что есть ведь и цифры, но, как бы, будем считать, что это нам тоже известно. Обратите внимание на то, что все-таки атеистическая пропаганда, она привела к определенным результатам. Вот если мы берем 30-е годы. Каким результатам? В конце 30-х годов была проведена перепись населения, и эти результаты известны. Примерно треть городского населения и две трети сельского назвали себя верующими. Ну, поскольку численно сельского населения было больше на тот момент, но все-таки большая половина населения назвала себя, отнесла себя к людям верующим, хотя и число неверующих, и прежде всего в городе, выросло, ну, гигантскими темпами. Я уже статистику союзного истучия безбожника приводил. Ну, скажем, на территории СССР в 1939-1940 году действовали только 4 православных архиереи во главе вот с Сергием Строгородским. Опять же, тут мы можем долго спорить, вот, как спорить, что все они сидели в тюрьме, там, при Сталине, не выпускали, потом только выпустили, там, в 1943-м году. Это не совсем так, некоторые из них сами сложили добровольно с себя сан, в частности, вот, митрополит Ленинградский, по-моему, Платонов его была фамилия, это очень такое было громкое дело, в 30-е годы он объявил себя, так сказать, нерелигиозным человеком, и, так сказать, сложил с себя, так сказать, вот, все свои, так сказать, религиозные звания и регалии, и пошел работать, по-моему, кстати, он у нас и работал в музее истории религии, атеизма, который в Казанском соборе был, если я не ошибаюсь, но, собственно, речь не об этом, а о том, что очень сложные были процессы, с другой стороны, и политика была тоже очень непростая, и не такая однозначная, вот, вы же помните, это тоже ведь и сейчас актуально, в 39-м, в 40-м годах были присоединены, или воссоединены, возвращены территории Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики, и так далее, и там советская власть совершенно не торопилась закрывать церкви и какие-то иные, так сказать, молитвенные дома, ну, во-первых, понимали, что население там достаточно религиозное, и не надо, так сказать, и так много проблем с этим населением, но не надо вот так вот вводить такие жесткие рамки, но и вообще такой вот вопрос не ставился, и практически все послевоенное время, вплоть до вот перестройки, если говорить о статистике православной, основная масса, там, две трети зарегистрированных религиозных общин была на западных территориях Украины и Белоруссии, вот, это не байка, это мне люди рассказывали, как говорится, старые, вот, ну, вам, я думаю, все вы хоть раз видели православного священника, он обычно ходит с бородой, да, так вот, да, и интересно, что, когда семинаристы приезжали в нашу ленинградскую духовную семинарию и академию, здесь они отпускали бороду, а как только садились в поезд и ехали себе домой, тут же брились наголо, потому что большинство этих, ну, или значительная часть, это были западноукраинцы, у которых принято там ходить без бороды и без усов священника. То есть, я к тому, что та составляющая была очень значительная и, вот, скажем, совершенно другая была политика к ним. Так же, как вот, если мы с вами помним, был такой греко-католический львовский митрополит Шептицкий, известная фигура, вот, его же Сталин приказал не трогать, а у него там взаимоотношения и с гитлеровцами, и с бандеровцами, и его там благословение, так сказать, убийство и коммунистов, и советских работников, и там, еврейские погромы, это все было, но, тем не менее, он умер своей смертью в 44-м году, и более того, ему были уже в освобожденном нашими войсками Львове, и, скажем, ему были устроены торжественные похороны, так сказать, на белом катафалке, они, кстати, фотографии эти сохранились, то есть, тоже была очень неоднозначная политика, так сказать, но я уже не говорю о восстановлении патриаршества в 43-м году и избрании Тавора Сергия Строгородского, а потом и Алексия Первого, так сказать, патриархами, но нам все-таки больше интересна антирелигиозная пропаганда. Во время войны атеистическая пропаганда не исчезла, но, видимо, негласно не была рекомендована. опять же, это такой вопрос очень сложный, вот сейчас, вы знаете, есть такая вот теория, о ней все время говорят, что на войне неверующих не было. Я, ну, знаю, во-первых, людей, которые были неверующие на войне, вот точно, абсолютно, потому что это были там мои какие-то родственники, вот, а кроме того, я читал, ну, как минимум, несколько десятков вот этих треугольничков, которые, так сказать, приходили с фронта, ну, писали там за родину, за Сталина, вот, опять же, за Сталина, мол, не кричали, не отписали в этих треугольничках люди, простые солдаты, я понимаю, там политрук выписал, не писали ничего про религию, ну, вот, не знаю, тут, я говорю, это, видимо, надо беспристрастно на этот вопрос, еще что прошло какое-то время, чтобы посмотреть на этот вопрос. Тогда же, кстати, к 47-му году были ликвидированы структуры союза воинствующих безбожников, опять же, сталинской, так сказать, сталинской рекомендацией, ну, потому что считалось, что в таком виде, вот, подчас очень агрессивном, радикальном, с религией бороться не следует. Последний, наверное, такой активный всплеск борьбы с религией у нас был в Хрущевское время, когда в 54-м году были изданы два постановления. Они были весьма интересны, их можно долго, так сказать, изучать, но одно из них называлось о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения, это июль 54-го года, а второе, второе постановление об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды, среди населения. Это ноябрь 54-го года. Причем, первое говорило о том, что после войны наблюдается очевидный, ну, в связи с очевидными трудностями, да, и горестями, и трагедиями, очевидный, так сказать, возврат граждан к религии. С другой стороны, пишется в этом постановлении о том, что все объяснять только войной нельзя, уже прошло почти 10 лет, а идет активная работа вот религиозных обществ по, так сказать, по сути, ведется запрещенная религиозная пропаганда. Вы помните, что она, как пропаганда, была запрещена. Кроме того, эта пропаганда достаточно активно, так сказать, влияет на граждан, что там приводятся примеры, что даже некоторые советские партийные работники и детей крестят, и венчаются, и отпевают, ну и так далее. При этом, в этом же постановлении говорится о том, что мы не должны действовать вот таким кавалерийским наскоком, мы должны относиться к верующим аккуратно, и так далее. Еще более подробно об этом написано вот в следующем, об ошибках проведения научно-атеистической пропаганды. Там прямо пишется о том, что, вот, ну, приводится пример, что какой-то местный работник в деревне разогнал пасхальный крестный ход. Все закончилось дракой, вызовом милиции, вот то таком. Хотя никто не нарушал до этого никаких, так сказать, правил поведения. Так вот, пишут о том, что недопустимо такое вот отношение к верующим, и вообще, так сказать, недопустимо деление людей вот на верующих и неверующих, что основная масса верующих тоже участвует в строительстве нового общества, социалистического общества, не воюет с ним, поддерживает. Поэтому к таким людям надо относиться аккуратно, заниматься, да, заниматься атеистической пропагандой с ними, но вести это очень, скажем, внимательно, не оскорбляя чувств верующих. Ну, надо сказать, что вот это интересно, вот такие вот документы, потому что это же программные документы, документы по сути ЦК, да, у нас вот время хрущевское сейчас в православной среде называется хрущевские гонения на церковь, и там действительно и в этой сфере были, конечно, у Никиты Сергеевича, да, и эти проявления волюнтаризма и так далее. Но, тем не менее, могли быть какие-то установки на местах, но установка центра о таком вот повсеместном и тотальном разгроме религии отсутствовало. Наоборот, прямо говорится совершенно о другом, что надо, так сказать, по-человечески со всеми людьми. Но, если говорить о юридических каких-то аспектах, то, ну, на протяжении 30-х, 40-х, 50-х годов не на юридическом уровне, но фигурировала такая точка зрения, я и из этого слышу, то в одну, то в другую сторону, что вот неверующие, вернее, верующие, это люди отсталые, люди не больно умные, не образованные, как правило, не имеющие специальности, ну, и, соответственно, отношение к ним тоже должно быть такое. В Брежневский период, об этом, опять же, писали в брошюрах соответствующих, как раз говорилось о том, что вот такая постановка вопроса недопустима. Да, надо бороться с религиозными предрассудками, но кого-то оскорблять или унижать по принципу отношения к вере недопустимо. И, наверное, что я еще хотел сказать здесь, если мы говорим о послевоенном периоде, опять же, говорить о репрессивной политике советской власти по отношению к религии неправильно, потому что, да, репрессии были, я имею в виду в Хрущевское и Брежневское время, но, во-первых, они, конечно, несопоставимы были с уровнем, так сказать, 30-х годов, даже если мы возьмем официальную точку зрения, да, современную, когда посчитали все-таки эти все приговоры, конечно, их было там на несколько порядков меньше, и касались они в основном не религиозной жизни, а общин и секты, групп, которые занимали антигосударственную позицию, то есть, если говорить о православии, то это так называемая истинно православная церковь, такая подпольная монархическая организация, которая, по-моему, сейчас по-вализану очень активна, а также свидетели Яговы и некоторые другие, которые, в общем-то, опять же, во-первых, получали финансирование из зарубежных центров, им же подчинялись, и, в общем-то, вели борьбу с государством, ну, пусть не насильственными методами, но прямо проводили антигосударственную политику, как тогда говорилось, нарушали законодательство о культах, они несли потери и даже такие достаточно благополучные брежневские времена, правда, никого не расстреливали, но на 2-3-4 года можно было оказаться, как правило, в ссылке, но иногда и кто-то в тюрьму попадал. Но, что произошло в перестроечное время с научным атеизмом, да, в общем-то, мы знаем уже, я думаю, что не стоит об этом говорить подробно, прямо все, так сказать, у нас было перевернуто с ног на голову или с головы на ногу, я там не знаю, в зависимости от того, как мы к этому относимся. Вот, поэтому я в целом, скажем, если подводить какой-то итог, все очень сложно, непросто, и что-то делалось по-умному, что-то нет, где-то были реальные трагедии и упущения, и преступления даже, где-то это, так сказать, явный перебор, и их не было, хотя об этом говорится. Я думаю, это вопрос, который, безусловно, нужно изучать и дальше, анализировать, говорить об этом и спорить, и я в очередной раз, как всегда, по традиции, хочу поблагодарить всех присутствующих, что вы нашли время послушать вот такой вот рассказ. я понимаю, тут невозможно, нельзя объять необъятное, да, это такая тема, тут можно, наверное, год говорить подробно, да, но вот все равно чего-то мы коснулись, каких-то вопросов, и постарался я свою точку зрения донести, я думаю, вы меня услышали. Спасибо, Константин Борисович, мы еще не заканчиваем, у нас вопросов не поступило, есть записавшиеся на выступление. Товарищ Шмелев, пожалуйста. Уважаемые товарищи, лекция была очень содержательная, информативная, нужно поблагодарить лектора. Я хотел высказаться по одному моменту, который произвучался в начале лекции. Это, когда говорилось о том, что законодательство Советской России, потом Советского Союза, оно уравнивало всех правах, то есть верующих и неверующих. Официальная позиция партии большевиков была в том, чтобы бороться с религией. Так вот, лекторус смотрел тут некоторые противоречия, мол, что нужно и законодательство соблюдать, и с религией бороться. Я бы сказал, тут никакого противоречия нет, ибо борьба с религией, она никаким образом не нарушает Советское законодательство того времени. Потому что смысл борьбы с религией в том, чтобы разоблачать религию и показывать, как она вообще произошла, откуда взялись эти предрассудки, показывать исторический, исторический аналог, исторический процесс, развития этих учений. Например, достаточно сказать, что тот же миф о Христе, он по своей сущности соткан из лоскутов тех дохристианских верований, которые бытовали в то время у всех индоевропейских народов. Ну, даже возьмем отдельный элемент, и Святый Грааль, это его первым образом является чаша изобилия, которая была распространена у кельских народов того времени. Даже у многих должно вызвать как бы интерес тот факт, что сам Иисус родился в день зимнего солнцестояния. То есть это очевидный образ умирающего и воскресающего Бога плодородия. То есть он умирает в зиму, воскресает в весну, то есть когда уже идет равноденствие, расцветает природа. Также символами Пасхи основными являются что у нас? Жаворонки и кролики. То есть это тоже символы природы, символы рассвета, которые были перенесены из предыдущих верований и адаптированы уже новой религиозной системой потом день летнего солнцестояния это день Ивана Купалы тоже перенесены до христианской обрядности перенесена на уже христианский праздник. То есть вот таким образом разбирать эклектику этого мифа о Христе ну в данном случае с христианством по деталям объяснять как она произошла и тогда таким образом у людей формируется научная картина мира понимание того как произошла религия соответственно пропадает сам феномен веры то есть человек перестает верить он начинает знать и таким образом борьба с религией она никаким образом не нарушает принципы равноправия верующих и неверующих перед законом в общем-то все что я хотел сказать спасибо товарищи режиссер пожалуйста вера современника и далеких людей и диких людей все там нормально было и естественно а вот вера современника вера в свой национализм вера в свою религию ведь это чудовищно и опасно потому что вера в мою мою религию она отключает разум вера антагонизм разума то есть население современное само себя ну сделало неразумными и оно своими деяниями вот этими вот этими 30 годами показывает что оно просто отказалось от разума оно верит а вышестоящие там класс капиталистов Америки они просто пользуются этим как способом управления людьми какова на самом деле современная современное воздействие религии на людей на общество каков его вред что на самом деле как оно влияет на ум человека и людей ведь это страшная вещь вера и вот у вас как бы и в других разговорах массовых не звучит вот было так были законы да но что на самом деле каков каков должен быть подход такой что что вот это вот действие приносит какую пользу народу какой вред спасибо как известно есть три формы познания мира первая это художественных образах вторая форма религиозная и третья понятия или назовем научное нервоззрение и константин борис совершенно правильно в начале лекции подчеркнул и выделил что нельзя понимать атеистическую пропаганду которую проводила советская власть так упрощенно карикатурно я его сказал когда одна сторона говорит бог есть а другая нет бога нет нет во главу угла было поставлено научное нервоззрение продвижение по всем линиям по всех уровнях естественных наук честных и так далее и результаты этой деятельности мы видим и вы эти цифры приводили как вот эта позитивная работа она приводила к тому что в головах у людей все становилось на свои места вместо религиозного нервоззрения приходило научное ну в порядке критики небольшое замечание все таки хотел бы сделать наверное некорректно говорить о социализме как переходной фазе или форме коммунизма потому что социализм по самоопределению есть коммунизм первый в своей фазе поэтому можно говорить о социализме как переходе к полному коммунизму это такое небольшое точнее так спасибо записывай пожалуйста у нас правила записываться заключительное слово ну заключительное слово я может быть хотел бы отреагировать вот на выступление товарищей значит вот по поводу первого я все таки мы с вами вот правильно я именно это и хотел что если и религии религиозное мировоззрение есть вульгарное религиозное мировоззрение и вот пример вот вы про чашу Грааля вспомнили а ведь чаша Грааля это теперь ни много ни мало у нас в Петербурге хранится у нас есть музей Севинардов Николая Второго Кшесинской где вот якобы эта чаша хранится где-то тут рядом от нас в интернете можно пойти и посмотреть этот музей это вот я к тому что можно вот до такой даже точки довести да это уже остальное там можно спорить там историчность Христа это там ученые копию бьют а вот можно вот вообще до такого так сказать довести а по поводу ну скажем вредности там или полезности веры я просто не ставил такой вопрос потому что ну мне было интересно вспомнить историко-правовую такую вот ситуацию но вы рассказали про вредность веры значит вы не упустили то есть вы этот это это было озвучено так а так еще раз я благодарю за внимание и безусловно тут я не этот не считаю что какой-то там с моей стороны был там идеальный рассказ он должен тоже и обдумываться и просто вот рабочий университет тоже поставил такую непростую задачу про научный атеизм рассказать а вот сложно про него рассказать в 2024 году так вот такая была задача поэтому я вижу она если и была решена то нужно все равно много еще на эту тему думать и так сказать совершенствовать спасибо константин борис и так встречаемся в следующий четверг будет 22 февраля тема занятия от мечты к науке главный признак коммунизма лекцию читает первый секретарь ЦК Ротфронта Виктор Акальевич Тюблин встречаемся в следующий четверг до свидания Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok